Здарова! Ты на канале магазин мотоэкипировки Мотостайлз, меня зовут Сергей Если ты интересуешься последними новинками в мире мотоэкипировки, то ты правильно попал на наш канал Да, ты правильно попал на примерно 7-минутный ролик и полный обзор нового шлема от компании Shark Называется он DashQual i3 и DashQual 3 Принципиальная разница между двумя этими шлемами это наличие подсветки у i3 и у DashQual 3, естественно, подсветки нету Ранние Shark уже выпускали такие шлемы, также была подсветка, располагалась она на тех же самых местах Но в этом шлеме появилась инновация, Вася, называется она акселерометр Запомни это слово? Акселерометр В наших видеороликах, да и при работе с клиентами в магазине, мы всегда говорим про пассивную безопасность Там всякие светоотражатели, то есть всякие ленточки, это все помогает на дороге Но это уже получается высший уровень пассивной безопасности и он теперь есть в шлеме И насколько я понял, мы это проверим, горят они гораздо ярче, чем на предыдущих моделях Итак, берем шлем и находим здесь вот такую кнопочку Этой кнопкой можно включить один из трех режимов Я тебе сейчас про них расскажу подробнее Так, светодиоды у нас располагаются на передней части нижнего дефлектора, с верхней части И как бы встроены они здесь в сам спойлер Питание идет от провода USB Type-C Он спрятан вот в таком замочке Вот он проводок Первый режим Это одно нажатие, все диоды выключены, пока ты не затормозишь Когда ты начинаешь тормозить, они мигают А если начинаешь резко тормозить, то они начинают мигать еще быстрее Второй режим Второе нажатие Все огни загораются и работают на постоянной основе, пока ты не начнешь тормозить При торможении задние диоды начнут мигать Третий режим Включает мигание диодов Все диоды из переди и сзади начинают мигать И так по кругу Следующим нажатием ты придешь к первому режиму Если в течение одной минуты система не распознает движение шлема То огни перейдут в режим ожидания И вернется в свой рабочий режим после того, как ты начнешь движение Также Shark заявляет, что батарейки должно хватить на 12 часов при полной работе второго режима А второй режим это у нас, когда огни горят полностью без моргания И прежде чем рассматривать этот шлем За моей спиной есть одна интересная модель Называется Dash Qual 2 или Squall 2, как говорят англоязычные люди Вот она, эта моделька И давай мы на примере этой модели посмотрим, как же изменился Dash Qual 3 Шлема по-прежнему изготавливаются из термопласта И вес в размере M составляет 1570 грамм Ну, типа нормальный вес Если взять, что это новый стандарт сертификации ESR 2206 Который идет сам по себе уже тяжелее Высокопрочный визор первого класса с защитой от царапин И также переработано полностью крепление И, аллилуйя, есть пять режимов фиксации визора На ощущении, при подъеме и опускании визора они не хлипкие, а хорошо держат визор в своем месте Также переработана система открытия визора Раньше она находилась на модели Dash Qual 2 сбоку А теперь есть язычок по центру, как у модели на Spartan Который защелкивает визор Ну, чтобы поднять визор, просто нажимаешь его от себя и вуаля В визоре есть, естественно, подготовка под установку пинлока Ну и сам пинлок есть в комплекте вместе со шлемом Ну ладно, в комплекте есть еще и чехол для этого шлема Так, солнцезащитная шторка Также осталась в шлеме, но поменялось ее местоположение На модели Dash Qual 2 она находилась вот здесь, вот сбоку флажочек такой На новой модели он находится сверху Такой механизм выдвижения гораздо проще и надежнее остальных Но это по моему мнению А прослужит он точно дольше, если ты не будешь своими маленькими ручонками хватать вот так вот за визор И вытаскивать шторку своими руками Для этого есть специальные механизмы, на что и рассчитано Чуть не забыл сказать У новой модели визор солнцезащитный уже обработан антифоком Но, скорее всего, запотевать уже точно не должно ничего Посмотрим на материалы внутренней обивки и посмотрим, насколько они изменились Материалы стали гораздо лучше, чем в предыдущих моделях Также ее можно все снять, также ее можно легко одеть, также ее можно постирать Ничего не поменялось, только качество стало гораздо лучше Как говорят сами акулы, они перемерили сотни голов и сделали посадку шлема более широкой Ну, типа, много жаловались на очень узкую посадку, нам не садится шлем Ну и Shark решили все перелопатить и сделать ее шире Слушай, ну у меня тут вопрос А как же те, которым Shark садился? У которых он сидел идеально? Ну понятно на 100% что все надо мерить и зацикливаться на каком-то бренде или модели бесполезно У нас, как говорится, шлема сделаны все по форме, а наши головы как-то нет Ну и вот приходится перебирать горы шлемов Ну да ладно, мы возвращаемся к обзору этой новинки И что касается подгонки Как говорит производитель, если ты примеряешь шлем, он тебе начинает давить на лоб либо на затылок Здесь вот есть специальный вкладыш, ты его достаешь, изымаешь, так его сказать И еще раз меряешь Ну, типа, это должно помочь при подборе шлема Застегивается шлем на микрометрический замок Его еще называют трещоткой, но как ни назови, он удобный для многих и прост в использовании Также есть подготовка для установки гарнитуры И если твой динамик оказался больше, чем надо, ты не плакай и не скучай Просто вырежи его, либо продави его, сделай побольше На защиту это никак не повлияет Так, ну и что касается яркости света Здесь, наверное, так все понятно Ты вообще светишь? Нет? Нет, он вообще не светит Ты смотри, мало того, что спойлер выглядит гораздо круче Так еще и свет насколько отличается Блин, ну шарки красавцы, конечно Ну что, елка, подытожим? В общем, шарк с этой моделью шагнул вперед Дизайн стал лучше, визор лучше, материал лучше Система диодов вообще не вызывает никаких вопросов Они незаменимы будут в темное время суток, в туман, либо в дождь Но, если тебе нафиг все это не надо, всякие светодиодные подсветки То тогда возьми свой вариант дешквал без подсветки Он практически ничем не отличается от модели с диодами И стоит он дешевле Также цена может изменяться от цвета шлема За свои дизайн и шар берет копеечку Это было всегда, ну и от этого никуда не уйти А сейчас я тебе покажу варианты расцвета Которые представлены в наших магазинах Ну я вроде все рассказал об этой новинке Спасибо тебе за просмотр Спасибо за лайчинского Ты ведь поставил, да? Ладно, хорошо Подписывайся на канал И тогда ты первым узнаешь про новый ролик с новым обзорчиком В описании оставлю ссылку на наш сайт Где ты можешь ознакомиться с ценой и размерами В наличии, что не в наличии Если будут какие-то вопросы, то звони Там все номера телефонов есть Мы тебе все расскажем, все покажем Ну а что, это был магазин мотоэкипировки Мотостайлз Меня зовут Сергей И я пошел для тебя делать новый ролик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok